Региональный этап Всероссийского дня бега Кросснации 2020 прошел в Оржее в минувшую субботу. Несмотря на некоторые ограничения, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса, спортивный праздник удался на славу. Свою лепту внесла и погода, которую оценила и наша съемочная группа. Кросснации – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории России. В этом году, несмотря на ограничительные меры, большинство регионов страны, среди которых и Тверская область, заявили о готовности провести праздник бега. В Оржеве он в субботу таковым и получился, в том числе из-за погоды. Сама погода сегодня располагает участие в Кросснации. Если накануне всю область заливала дождями и даже сегодня утром было пасмурно, то аккуратно к первым стартам распогодилось небо практически ясное. Да, дует ветер, но для бега ведь самое то освежает. Участники начали приходить на Советскую площадь с самого утра. Регистрация шла бойко. И с самого начала счет заявившихся спортсменов пошел на сотни. Много уже зарегистрировалось? Несколько сотен. Кто в основном? Как вы наблюдаете, какие возрасты? Школьники, больше всего больше школьников. Но есть люди других возрастов. Среди участников действительно преобладали ученики образовательных учреждений. Причем не только из Оржева, но и из других муниципалитетов. Все они отмечали, что пришли сюда просто потому, что любят спорт. Мне нравится бегать. Я в лыжах участвую, у меня два места. Ну так, чисто для интересов. Главное же не победа, а участие. Было среди участников немало и тех, кто в спортзал ходит регулярно. Как, например, Илья Роговский, который пять лет занимается боксом. Где кроссы – тоже важный элемент подготовки. Спорт – это жизнь. Все мы спортсмены, всем покажем сегодня хорошие результаты. Какую дистанцию себе предстоит пробежать? Шесть километров. Но я не сдамся, до последнего побегу. Три километра неделю назад сдавал для ГТО, сдал на золото. Ну, думаю, здесь тоже не составит проблем. Какой ты результат перед собой заставишь? До 24 минут. Церемония открытия прошла по-спортивному динамично. С приветственными словами к участникам обратились представители региональных и муниципальных органов власти, которые отметили, что решение провести этот праздник спорта в Оржеве было принято не случайно. Не случайно. Оржев выбран точкой проведения финала регионального этапа кросса нации 2020. Мы знаем Оржев как спортивный город по количеству спортсменов, по количеству спортивных результатов. Я желаю всем, кто уже, для кого уже спорт действительно норма жизни, легкого бега, бодрости духа и, конечно, больших побед. Всего в этот день в центре Оржева состояли забеги на дистанциях в 1, 2, 4 и 6 километров. За победу боролись как совсем юные спортсмены, например, ученики младших классов, так и бегуны в возрасте 45 лет и старше. В любом случае фестиваль спорта состоялся, воплотив в жизнь слова из приветственного адреса, который прислал участникам кросса нации губернатор Игорь Руденя. Он подчеркнул, что этот яркий спортивный праздник на протяжении многих лет объединяет всю нашу страну. На старт марафона в Тверской области ежегодно выходят участники разных возрастов. Приходят с семьями и трудовыми коллективами. Все они подают жителям региона личный пример здорового и активного образа жизни, отметил глава Верхней Волжи.